Всем привет, меня зовут Евгений Бондаренко, я привык решать головоломки в жизни, но пришло время решить виртуальную головоломку. Всем вам очень понравился пазл Николы Теслы, это было действительно очень круто, но сегодня мы будем решать подобные головоломки, но виртуальные, в игре The Room. На моем канале уже было прохождение этой игры, и поверьте мне, головоломки, которые находятся здесь, это не просто сложные пазлы, это настоящие квесты, нелинейные, линейные, которые разгадать будет очень сложно, но поверьте мне, очень интересно. Мы начинаем новую игру, предлагаю вам запастись хорошим настроением, потому что вас ожидает несколько десятков минут плотного, сочного, классного контента с прохождением игр. Я очень надеюсь, вам зайдет эта рубрика, начинаем игру. New Game, погнали. Мы попадаем в комнату, а в комнате нас ожидает обучение. Это обучение, чтобы понять, как играть в эту игру, как взаимодействовать. У нас будут попадаться предметы, некоторые из них будут стоять на столе, и двойным кликом мы можем приблизить. Например, кликнем по письму, вот оно, это письмо, и вот так вот его можно открыть. Здесь можете ознакомиться с письмом, если мои подсчеты равны, туда-сюда и так далее. Вот у нас появился в панели инструментов, кстати, первый, что это инструмент? Это какие-то волшебные очки, где сломано стекло. Если вы приглядитесь, привидитесь, присмотритесь, здесь у нас стекло сломано. Окей, у нас есть очки со сломанным стеклом. Pinch to zoom out. Окей. Что мы дальше можем сделать? Мы можем посмотреть, что у нас находится на столе. Это похоже на компас, но мне говорят, что мне нужно посмотреть, что еще находится в комнате. В комнате у нас еще один стол. Давайте глянем, что на нем. А на этом столе у нас уже находится какой-то сундук. Есть руны и маленькая шкатулка. Ее можно открыть. Или для нее необходим... А почему она падает-то? А, все, буквально так вот на кнопочку она открывается. Так это же даже не сложно. Ну, в принципе, да. Это обучение. О, головоломка. Выглядит, как будто эти объекты могут двигаться. Но мы сейчас, конечно же, конечно, соберем все это в целый... А, это не получится. Надо, нужно, покрутить. Потом все, да. Сюда и сюда. Слушайте, ну, ощущение, как будто действительно ты вращаешь что-то в реальности. Потому что звучки очень круто подзвучены. Так, проведите, чтобы открыть. О, это тайная шкатулка. Да, это линза. Это линза, которую мы сможем вставить в наши очки. Вот. Отлично. А, это даже не очки. Это очко. Мы будем смотреть на него одним глазом. И чтобы его использовать, нажимаем и видим что-то сквозь эту линзу. У нас проецируется отпечаток пальца красным цветом. Вот, если вы видите. Нажмем на него. Внутри лежит опять какой-то объект. Маленький кусочек металла. Такая шестиугольная форма у него. И куда же мне его можно использовать, интересно? Давайте подумаем. Шестиугольник, да? Стоп, есть письмо. Вижу письмо на столе. Прочтем его? Ого. Здесь у нас... Что-то написано. И что-то почернуто. Будем надеяться, что нам особо это не пригодится. Но здесь написано Great Power. Сильная сила. Вот что-то шестиугольное. Смотрите. На углу стола. Еще одна. Еще одна шестиугольная металлическая штука в моем адвентаре. Выглядит это очень... Незагадочно, по крайней мере. И вторая. Такая же. Ничем-то отличается вообще? Нет, ничем не отличаются. Две одинаковые. Окей. Значит, нам нужно найти таких несколько, судя по всему. Давайте еще раз рассмотрим стол по кругу. Так, здесь нет. Ну, я уверен, что одна из них будет находиться здесь. Выглядит как будто здесь что-то должно быть. Нам нужно разгадать определенную загадку опять. Поместить что-то туда. Мне кажется, что стол тоже можно... Со столом тоже можно взаимодействовать. На нем есть три руны. Это похоже на букву Z, перечеркнутую. Это на песочные часы. А это... Напишите в комментариях, на что похоже это, потому что я не могу подобрать ничего. Ничего. Так, обучение. Вы можете нажать на знак вопроса, чтобы получить какую-то подсказку. Вот в левом верхнем углу экрана. Подсказка одна из трех. Попробуйте где-то поискать или что? Попробуйте куда-то вставить ваши металлические кусочки. Может быть мне нужно вот эту сюда поместить? А, вот так просто перетянуть? Это сюда не влезает. Так, мы можем... Смотрите, мы можем что сделать? Мы можем взять из инструментов и перетянуть сюда на экран. Стоп, у нас же был второй стол, помните? Вот! Я нашел на втором столе место для наших штук. Первую вставляем. Чего-то открывается. Отлично. Вторую. Ооо, я получаю удовольствие от этого. Что у нас здесь? Это крутится. Прикольно, что-то большое. А, вот все, теперь мы можем достать изнутри какой-то шар. Вау! Блин, ну почему таких головолок не существует в жизни, в реально? Это же очень круто. Давайте осмотрим этот предмет. Выглядит как что? Как сфера какая-то. И здесь у нас на сфере есть какая-то скрытая... Штука. Стрелочки. А, как будто бы это не руками нужно вращать, да? То есть нам нужен дополнительный инструмент, чтобы взаимодействовать с основанием этой сферы. Окей, будем искать. Ну, а сферу мы можем сюда поставить, кстати? А вот сюда она как раз и станет. Это глаз! Это глаз! И мы можем смотреть этим глазом на север, юг, запад, восток. Вау! Кот! Посмотрите на механизм! То есть мы пальцем вводим туда, куда бы нужно посмотреть глазу. На юг, юг, восток, запад. И получается слово из пяти букв. Наша задача найти это слово, которое нужно собрать. Я помню, там у нас было, на втором столе, в конверте что-то написано. Нам нужно сюда. В конверте что-то было написано. Помните? Ну да, но это не подходит. Там слово из пяти букв. Где нам нужно его найти? Причем буквы это обозначение сторон света. Север, юг, запад, восток. Есть подсказка. Давайте ей воспользуемся, чтобы до конца понять, как играть в эту игру. Компас, надо какой-то код ввести. Да это я уже понял, что надо какой-то ввести код в компасе. А если мы посмотрим на эту всю историю через линзу, проявятся ли у нас буквы? Точняк. Мы посмотрим на письмо через линзу. А ну-ка. А, нет возможности такой, да? Ну ладно. Нам нужно найти пять букв. Комбинацию из пяти букв. А на этом письме у нас нету возможности посмотреть. Да! Боже мой, я гений! ССВН. Блин, это так круто! Завораживающе. С, Е, С, В, Н. Да, запомнили. Все. Теперь ничего сложного. Идем в глаз и делаем С. Как это было? С. Е. С. Да нет, не Е. Блин. Еще раз. С. Нет. С. Е. С. В. Н. Что-то должно произойти. Да! Вот теперь у нас открылось основание. А, да, это медальон. Это медальон, который у нас появился теперь в инвентаре. Давайте на него посмотрим. О! Мы прямо в инвентаре можем с ним взаимодействовать. Вот так вот на стрелочке нажимаем двумя пальцами. Открывается он. И теперь он квадратный! О-х-ре-не-ть! Теперь у нас, смотрите, какая-то форма. Похожа на цветок. И что мы можем сделать с ней? Потрясающе. Так, хорошо. Двигаемся дальше. У нас здесь, возможно, куда-то это необходимо будет вставить. А, ну конечно же! Конечно же в нашу скатулку! Это квадрат! Это квадратная форма, и мы можем ее сюда поместить. Да! Скажите мне, пожалуйста, что головоломка решена. Либо это не решена она, а просто в следующий этап мы переходим. Сзади тоже какое-то изображение чего-то есть. И мы можем поворачивать этот глаз куда угодно. Хорошо, а что мы можем с ним делать? Посмотреть на него через линзу. О-о-о! Потрясающе! Вы поняли? Это не глаз. Это прожектор. То есть он светит, и мы можем видеть свет благодаря линзе. Направлять. А этот прожектор куда нам нужно, чтобы найти какие-то скрытые послания? И здесь мы видим руну, перечеркнутая буква Z. Что? Подождите! Оно начало вращаться само по себе, когда мы нашли руну. Судя по всему, нам нужно найти еще одну. Там какое-то... Там какое-то... О! Есть! Руна, которая как песочные часы. Нашел. Двигаемся в следующий. Так, это мы уже видели. Вы поняли? Головоломка, которая находится на столе, это не все. Здесь головоломкой является целая комната. Нужно мыслить шире. Вот мы нашли все руны. И должно сейчас что-то произойти, судя по всему. Да. Боже мой, мне страшно. Немного... Я испугался! Жинка, ты че? Вот такой куб можно совместить. Что-то открылось, и мы получаем драгоценный камень. Является ли это прохождением? Боже мой, если бы в жизни вот так вот меня глючило, это было бы очень странно. Теперь нам нужно сделать... Да. Да, теперь мы должны под определенным ракурсом посмотреть на... Что это было? На пересечении этих объектов? Чтобы получить какую-то фигуру? Правильно я понимаю? Какую фигуру я должен получить? Что? Может быть, поймать ее там, где она вот так стробит? А! Есть! У нас на фоне части этой фигуры. Мы должны сложить ту, которая у нас сияет в нижнем правом углу. Ту, которую мы только что увидели с этой барышней. Так, есть. Что-то происходит. У нас какие-то видения. Может быть, это страшно очень. Я думал, будет как-то не так страшно. Боже мой. Мы открыли вход. И знаете что? Это было только обучение. Мы научились взаимодействовать с предметами, поняли, как это работает. А теперь мы пробираемся к основному сюжету этой игры. Посмотрим, что нас ждет дальше. И даже не в следующей серии, а прямо сейчас. Поэтому, ребятки, подписывайтесь на канал. Именно в этот момент нажимайте на кнопку подписаться, если вам нравится то, чем я занимаюсь. И нравится наблюдать. Потому что мне очень нравится. Мы попали в какой-то трюм корабля. Это даже не просто головоломки. Это реально целые комнаты. Трюм корабля. Что у нас есть? Посмотрим на него через линзу нашу любимую. Слушайте, линза это читерство. Давайте осматривать комнату. Есть пушка. Пушечные ядра. Есть фонарь. Ну, это даже не фонарь. Это больше похоже на свечку. Давайте посмотрим на него поближе. А мы не можем приблизить. И есть кораблик. И вот этот кораблик, скорее всего, и является головоломкой. Прочтем для начала. Ну, будем считать, что... Прочитали. Окей. Назад. Что у нас с кораблем? Корабль по-любому является головоломкой. Блин, я бы так хотел решить такую головоломку в реальной жизни. Вот вы не представляете. Чтобы был просто вот такая модель корабля. Так, у нас тут, судя по всему, какие-то механизмы на пушках. Мы пушки можем вращать. Вот, да, мы можем их переворачивать. А, все, понятно. Должны поставить пушки на свои места. По обоим бортом корабля. И пушки появляются с каждой стороны. С каждой стороны. Но это не пушка. Это... Это этот... Для ключа. Замочная скважина. Я уже вижу даже штуку, которая будет открываться. Ну, просто посмотрите на этот корабль. Это потрясающе. Что у нас здесь на мачте? Правильно? Это же называется мачта. Здесь у нас подвижная история. Из двух слоев состоит. Вот, один кусочек, второй. Мы их совмещаем. Что должно произойти? Ну, конечно. Конечно, это тайник. Маленький золотой ключ. Слушайте, если бы это был действительно золотой ключ, я бы просто забрал его. Пошел бы, продал. И перестал бы решать головоломку. Но нет. Здесь большую ценность представляет именно секрет. И тайна этой головоломки. Попробуем ключом открыть эту скважину. Прокрутить его можно. Ага. Мы вскрыли корабль. Что у нас внутри? Это снова ключ? Ключ с странной формой. Давайте на него посмотрим. Действительно, форма странная. Так, у него есть какие-то вот пирамидки с одной стороны. А с другой стороны вот такое... Что это вообще такое? Какая-то печка. Что это? На что это похоже? Ну, ладно. Будем искать отверстие подобного рода, чтобы его использовать. Также мы видим какой-то механизм. Шестеренки там, да? Шестеренки, скорее всего, должны вращаться. На нижней палубе трюма у нас находится также бочка. Какая-то пушка. Но я думаю, что это не главное. А вот эти вот штуки, по-моему, мы можем... Выглядит как будто здесь что-то не хватает. Ну вот, а этот сияет у нас. А, все, я понял. У нас есть два камня. Один сияет, второй нет. Вы поняли, что сейчас произошло? Народ. Кораблик, который мы только что изучали и пытались что-то сделать. Тот корабль, в котором мы прямо сейчас и находимся. Там засветился сундук. Вот, посмотрите. Да? Я провел вот эту половинку красного камня. И в трюме засветился сундук. И он у меня открылся на основной карте комнаты. Потрясающе. Так, прежде чем пойти к этому сундуку, здесь вообще не навязчивая ни разу есть записочка, с которой вы можете ознакомиться. Я не буду ее читать, потому что считаю, что это лишнее. Это будет мне давать подсказку. А я хочу сделать все максимально сложно. Так, открылся сундук. Давайте с ним взаимодействовать. Это просто многоуровневый какой-то пазл. Я вижу на сундуке какие-то... Это ручка. О, она открывается. А что внутри? Странный цилиндр. Давайте его изучим. Странный цилиндр. Это выглядит, как будто за это нужно потянуть. А что внутри? Ничего. А с этой стороны? Тоже потянули. О, что-то открылось, смотрите. Это похоже на какой-то штопор, что ли. То есть с этим надо куда-то влезть, что-то забрать. Хорошо, посмотрим на вторую сторону. Может быть здесь тоже есть на второй стороне что-то интересное. Нет, даже прибежать не хочет. Но я вижу в нижнем углу какой-то круг. Вот. А я знаю, что это. Я знаю, что это за изображение. Это изображение, которое у нас присутствует на ключе, как видите. Попробуем взаимодействовать ключом с этой историей. Не получается. Почему? А может быть нам нужно взять этот штопор и попробовать это открыть? Нет, не работает. Мы не можем это прокрутить никак. Но хорошо. Вернемся к этому позже. Что у нас здесь на центральном замке? Тоже механизм? Да. Вот он. Вот он наш механизм. Вот они, эти треугольнички. Так, оно у нас все вращается. Вращается, вращается, вращается. Что же нам нужно сделать? Ага. А, смотрите, у нас по периметру есть три треугольника, три треугольные рамки. И мы можем перемещать каждый из трех кружочков в этот треугольник. И у нас получится что? Получится, что треугольники имеют разный зарисованный, как закрашенный, да? Заштрихованный уголок. Посмотрим, как на ключе. Здесь верхний треугольник заштрихованный, да, я имею в виду вот здесь. То есть, верхний треугольник заштрихованный, два нижних нет. Верхний треугольник заштрихованный, два нижних нет. Ну вот, смотрите, вот так у нас верхний заштрихованный, два нижних. А-а-а. А-а-а. Вот настолько все интересно. Если мы внимательно посмотрим на вот эту вот фигуру, у нас есть три треугольника, как бы, да, один внизу, один слева вверху, один справа вверху. И вот тот, который нижний, его правильный рисунок, именно такой, где заштрихован верхний треугольник. То есть, в нижнем кругу, вот этом, в нижнем, нужно использовать то, где заштрихован нижний треугольник. Вот! Ха! Оно! Просто оно! Посмотрите. Теперь нам нужно найти правильное положение для верхнего правого и верхнего левого треугольника. А-а-а. Оно у нас есть, между прочим. Вот эта история, эта подсказка. Верхний правый треугольник имеет заштрихованный вот, вот этот. Поэтому мы возвращаемся к центральному замку и верхний правый ставим в нужное нам положение. Это не то. Вот это оно. И, скорее всего, нам даже не нужна третья подсказка, потому что мы уже видим закономерность. Эти треугольники заштрихованные указывают к центру. Поэтому в левом верхнем мы ставим просто путем исключения. И форма замочной скважины, которая образовалась, исключительно четко подходит под форму нашего замка. Прокрутим его, посмотрим, удастся ли нам открыть этот сундук. Конечно, удастся, ребятки. Но вы забыли, где мы находимся. О-о-о! Слушайте, это интересно. Хорошо. И есть еще один момент, который я уже заметил. Вы, наверное, тоже. Здесь есть вот такое блокнотик, записная книжка. Здесь тоже есть какая-то информация. Скорее всего, она погружает нас в сюжет. Поэтому погружайтесь. Я же для экономии времени не буду это перечитывать. Но мне очень хочется решить следующую головоломку, которая находится уже внутри сундука. И этот замок что-то сложный. Давайте сразу на него посмотрим при помощи линзы. Я вижу, что в этом маленьком квадратике что-то проявляется. Давайте изучим. Так, это у нас вот такой причудливой формы механизма или что-либо. Где вверху, справа и внизу, слева есть золотые фигурки. Хорошо, это мы поняли. Там вверху был еще один такой же квадрат. Вот, на него тоже посмотрим. Ага, а здесь это работает. Вау, я что-то сделал, даже не понял что. Давайте попробуем то же самое, тогда и снижим квадратом сделать. То есть, если бы я знал, что это можно вращать. А вращать это можно? Да, два замка уже открылись из четырех. Где-то еще должен быть похожий квадрат с подсказкой. Может быть где-то вот тут. А ну-ка, за вот этой вот. Панель выглядит, как будто ее можно подвинуть. Я ее пытаюсь подвинуть, но она не двигается. А вот верхнюю. Да, это тоже выглядит, как будто ее можно. А, вот вверху какой-то есть. Теперь открываем нашу линзу, смотрим, что у нас здесь. То же самое. Попробуем поменять с двумя верхними. Откроется третья? Да, откроется. А нижняя у нас, по-моему, должна вот через вот этот переключатель открыться. Да. Открылась четвертая подсказка. Смотрим через линзу на нее. И так, а здесь как это работает? Вот так, наверное. Все, мы открыли четыре замка. Что будет дальше? Что? А, ну вот. Вот это отверстие идеально подойдет под наш штопор. Потому что почему? Потому что вот почему. Используем его. Вставляем в центр. И крутим. Правильно понимаю? Да. Посмотрите, как круто работает механизм. Мы открываем этот сундук. Боже мой, да если бы такие все сундуки были, никто бы никогда не увидел эту... Что, карта сокровищ? Читаем. Погружаемся в сюжетик. Мы на север. Мы, короче, двигались на север две мили. Потом две мили мы что-то делали на запад. А потом вернулись на юг три мили. То есть нам нужно пройти этот путь. Две мили на север, две мили на запад, три мили на юг. Хорошо. Или юг, или саус, это что, восток может? Может на восток? Ну, короче, может я неправильно делаю. Две мили на север, это... Раз, два. Две мили на запад, это раз, два. И три мили куда? Да куда? На юг, скорее всего. Раз, два, три. Это вот здесь. Правильно? Ну, слушайте, ну если это сработало, то, конечно, правильно. Это потрясающе. Класс, мы с вами плаваем на корабле. Далее. Так, четыре мили на запад, четыре мили на север, а затем две на запад. Понял? В принципе, изи. Четыре мили. Раз, два, три, четыре. Сюда. А как это? Четыре. Потом... Сколько? Две. Давайте еще раз почитаем. Так, четыре мили на запад, четыре на север и две на запад. Я понял. Четыре на... Да, я понял. Четыре на запад, две... Четыре на север и две на запад. Ну, как это убрать-то назад? Почему он не возвращается? Ага. Раз, два, три, четыре. Раз, два, раз, два... Ой. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два. Вот нам нужно сюда. а как сюда попасть а может нам нужно спешиться то есть выйти с корабля потому что здесь судя по всему какая-то землю даже земля да а как на спешиться посмотрим через эту не работает у нас здесь есть смотрите замочная скважина о х сейчас мы сделаем сейчас мы ее откроем ребятки существенно это прям головоломка есть так скважина открылась а теперь не нужно какой-то ключ до вставить где-то его найти найти получается а где его найти мы все правильно осмотрели у нас в инвентаре больше ничего нет нам нужен ключ здесь ничего не осталось нет а может быть в корабле он остался этот ключ где нам его найти то здесь ничего нет но я точно знаю что в корабль нам нужно поставить вторую половину вот этой красного камня вот этого окей окей у меня полное ощущение того что я нахожусь внутри этого трюма корабля у меня полное ощущение того что я действительно держу руках эти головоломки жаль конечно что это не на самом деле происходит где взять ключ мне нужна подсказка я думаю что я сейчас воспользуюсь знак вопроса нажимаем так что-то там за сундуком за сундуком то есть нам нужно сундук осмотреть со всех сторон что за ним находится за сундуком колонна а что колонна неужели колонна тоже головолом да ладно охренеть ну тут нужно прокрутить явно так чтобы открылась эта дверь вот он ключ ну конечно ну конечно маленький ключ он у меня короче здесь кстати была третья подсказка с третьим треугольником но мы разобрались с вами быстрее немножко я так понимаю что абсолютно все может быть частью головоломки даже пол на котором стоит этот сундук и окно которое на заднем фоне потолок и и вот колонна как видите ну тогда давайте вставим ключ сюда что уже делать вставляем прокручиваем и что опа опана можем проплыть 4 мили на вас запад 1 2 3 4 4 на север 1 2 3 4 и 2 на запад поехали вот это путешествие ребята да еще одна подсказка отлично читаем а здесь у нас написано теперь мы здесь 6 миль на юг и 2 мили вдоль чего-то вдоль чего непонятно а потом одна миля на север 6 миль на юг хорошо на юг но это 6 миль это 1 2 3 4 5 6 1 вдоль ну вдоль края скорее всего в какую сторону потом на север нам нужно найти это сокровище но есть проблема здесь на карте как видите ну вот голубым обозначено наше что океан потом у нас была земля которая просто раздвинулась у нас на пути а что означает вот эти вот волны или что это либо кораллы либо какой-то мелководье на котором наш корабль пройти не может а соответственно нам нужно что-то решить если мы посмотрим через глаз на эту штуку а тут нам нужен линза смотрите что через линзы видно через линзу мы видим как двигается наш корабль и что а мы можем крутить стоп 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 то есть сейчас мы якобы находимся на этом корабле а это туман это плохая видимость до где мы не можем проплыть и мы будем плыть вслепую сейчас а чтобы плыть вслепую нам нужно ехать на этом корабле то есть видите впереди туман качает мы можем повернуть корабль это наш курс да мы нашли курсы как дальше плыть вперед конечно плывем давайте сколько надо плыть посмотрите на это мы как будто бы разблокировали возможность видеть сквозь туман были это потрясающе это невероятно теперь давайте все таки почитаем куда нужно плыть 6 миль на юг 2 мили 2 мили назад вдоль чего-то и 1 мили на север давайте попробуем до 6 миль на юг выходим 6 миль на юг это 1 2 3 4 5 6 2 сюда и 1 сюда нам вот сюда нужно однозначно сюда о чем мы сразу да не приплыли то ё-моё мы достигли нашей цели и теперь имеем какой-то приз что это вау это страшно это кукла это кукла женщина или по крайней мере часть ее разукрашенная фигура это бюст разукрашенный что это такое давайте рассмотрим его мне интересно очень сильно бюст женщины здесь есть какой-то он из дерева сделан и здесь есть какое-то отверстие есть предположение есть предположение такие фигуры женщин обычно вешались на переднюю мачту корабля да то есть вы видели наверное во всех источниках поп-культуры где там что-то про кораблей было такая женщина находилась на носу корабля и это кстати была единственная женщина которая по поверью может находиться на корабле вот для нее как раз есть штука да а я был прав что вы знаешь открывается трюм и здесь же у нас лежит маленький штурвал модель штурвала это что означает а это означает что мы можем его подключить на капитанский мостик но это не он где капитанский мостик вернемся назад вот здесь скорее да и мы можем сюда вставить штурвал и теперь головоломка более целостная вот мы крутим что-то куда она нас приведет к чему руль повернулся и у нас открылась вот такой вот свитч опустили паруса и что полный вперед нужно поднять якорь вот эта штука использовалась для того на кораблях чтобы поднимать якорь мы это знаем якорь поднимается с л 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 что это у нас означает это буквы это буквы какое слово можно ставить 3 а рил ну да рим мы можем составить слова но какое слово нам необходимо и где нам его найти может быть может быть где-то здесь может быть посмотреть на всю эту историю сквозь нашу волшебную лидер олс конечно конечно роуз конечно именно так мы назовем этот корабль роз поплыли ребята да а мы нашли вторую запчасть вот этого кристалла ставим его на свое место двигаемся дальше и что произойдет что это что это к чему нас приведет это вот она новая головоломка но к этой головоломки ребят мы вернемся уже в следующей серии которая выйдет совсем скоро и решим ее поэтому подписывайся на канал прямо сейчас напиши в комментариях что думаешь по поводу этой рубрики понравились ли тебе эти головоломки и мы обязательно продолжим совсем скоро уже на следующей неделе поэтому друзья колокольчик чтобы не пропустить потому что мы будем двигаться по направлению всего сюжета а его нужно смотреть по порядку от начала до конца с вами был я евгений бандренко увидимся на канале потому что там много других интересных роликов о головоломках и в этот раз эти головоломки реальны я на вас надеюсь я очень верю в эту рубрику всем спасибо за просмотр пока и хорошего настроения